Мобильная бригада Адлежской поликлиники посетила самое отдаленное село района Аибгу. В рамках акции «Автобус здоровья» медики провели профилактический осмотр для местных жителей. Конечно, «Автобус здоровья» название условное. Ехать приходится на автомобилях повышенной проходимости. По экстремальной горной дороге пройдет далеко не любой транспорт. Село Аибга расположено в приграничной зоне на высоте 840 метров над уровнем моря. Только в одну сторону путь занимает более двух часов. Но откладывать нельзя. Пока дорога не размыта и не засыпана снегом, нужно успеть. Местные жители ждут. Сегодня очередной выезд нашего автобуса «Здоровье» в село Аибга. Село Аибга – одно из самых отдаленных сел Адлерского района города Сочи. Выезд наш связан с проведением профилактических осмотров. Цель данных осмотров – выявление развития заболеваний на ранних стадиях и воспрепятствия обострению хронических заболеваний. Мы на протяжении уже длительного времени, уже более трех лет, осуществляем данные выезды. Село Аибга – это не единственное село, куда мы выезжаем. Это единственное село, куда мы приезжаем 3-4 раза в год. Ну и остальные села Адлерского района, они обделены нашим вниманием. Два-три раза в год мы таким же составом выезжаем для проведения профилактических осмотров, чтобы люди не чувствовали себя брошенными. То есть они здесь круглый год работают, работают, занимаются сельским хозяйством, разводят коров и не всегда в связи, скажем так, со своей отдаленностью успевают вовремя попасть к врачу. И вот как раз в этот момент появляемся мы с нашим автобусом здоровья и помогаем им пройти вот такой профилактический осмотр. В составе мобильной бригады работают терапевт, хирург, лор, невролог, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики. Кроме того, всем желающим предлагается сдать экспресс-анализ на уровень глюкозы и холестерина. Это скрининговая методика для определения наличия у человека сахарного диабета либо гиперхолестериномия. То есть это, скажем так, такие состояния, которые очень распространены. То есть их можно определить экспресс-методикой. То есть мы можем заподозрить, то есть если идет повышение уровня сахара, то есть мы пациенту сначала рекомендуем изменить образ жизни, изменить образ питания, обследовать своего эндокринолога, то есть как-то вот начать двигаться в сторону оздоровления. Если это гиперхолестериномия, то есть это опять же начинается с питания, то есть изменение образа питания, проводится до обследования, то есть издается полностью липидный спектр, чтобы определить тактику дальнейшего лечения. Ну и профилактика гиперхолестериномии – это профилактика в дальнейшем инсульта, инфаркта. То есть вот таких вот грозных осложнений этого состояния. Мы выезжаем в такие вот далекие ФАПы, потому что многие люди просто физически добраться не могут. Нам сюда проще приехать. Здесь мы проводим обследование, консультируем с врачами, назначаем лечение, то есть беседы проводим о здоровом образе жизни, рассказываем о том, как они должны лечиться, то есть что они должны кушать, раздаем им гимнастики, то есть всю профилактическую информацию, которая вот есть у нас в поликлинике, мы привозим сюда, вот на отдаленные ФАПы, и здесь проводится та же самая работа, что и в поликлинике. Каждому пациенту индивидуальный подход, то есть нет каких-то там вот штампированных фраз, штампированных назначений, нет. Потому что мы все разные, то есть кому-то что-то одно подойдет, другому это может совершенно не подойти. Поэтому для каждого человека будут отдельные рекомендации, отдельные разъяснения, отдельные назначения. То есть в каждом случае это совершенно индивидуально. Такая поездка для сотрудников Адлерской поликлиники – дело привычное. В отдаленных селах района бригада бывает регулярно. Профилактической работе с населением уделяется особое внимание. Ведь главная цель профосмотра – выявление развития заболеваний на ранних стадиях и предотвращение обострения хронических заболеваний. Подобная выездная практика уже показала свою эффективность. Вовремя выявленные патологии помогали предотвращать серьезные заболевания. А в некоторых случаях даже удавалось спасти пациентам жизнь. Во время такого выезда в одном из адлерских сел был случай, когда медицинская помощь оказалась более чем своевременной. Во время профосмотра выяснилось, что состояние одного из пациентов близкое к критическому. Неоднократно происходят такие ситуации, когда прямо с нашего профилактического осмотра нам приходится вызывать скорую помощь и пациента доставлять в стационар. Такой случай в начале этого года был в одном из сел Адлерского района. Пациент пришел с жалобами, что со вчерашнего дня чувствует какой-то дискомфорт за грудиной. Провели ЭКГ, вызвали скорую помощь. И с инфарктом пациент был доставлен в нашу 4-ю городскую больницу, где ему оказали всю необходимую специализированную помощь. Пациент сейчас чувствует себя замечательно, приходит к нам на профилактические осмотры, на периодические осмотры для контроля, скажем так, за его состоянием. И замечательно себя чувствует. Ну, это один из ярких примеров. А так очень много ситуаций, когда мы на ранних стадиях выявляем онкологические заболевания, когда пациенту рекомендуют на обследованиях в условиях онкологического стационара, проводят оперативное вмешательство и уже не требуется проведение таких методов, как химиотерапия, длительное вот такое лечение. И пациенты, чувствуя себя хорошо, продолжают свою радостную жизнь. Я думаю, в течение вот этих ближайших суток, если бы он не обратился, опять же, таких поводов у него не было, то есть он мог бы продолжать дальше заниматься какой-то домашней работой, что-то физическую нагрузку. И, конечно, уже скорая могла бы не успеть. Но именно вот вовремя выявленное вот такое состояние и помогло спасти ему жизнь. Как известно, любое заболевание проще предотвратить, чем лечить. Именно поэтому медики стремятся убедить население в том, что к профилактическим осмотрам относиться следует со всей серьёзностью. Именно от этого может зависеть здоровье, а порой даже жизнь человека. Эти мероприятия очень важны, потому что направление медицины основное, я считаю, профилактическое. Большая часть болезни, которая вот у нас происходит, это всё-таки мы виноваты сами. То есть если бы мы, скажем так, соблюдали определённый режим отдыха, работы, правильно бы питались, думали о своём здоровье, думали о своём будущем, следили за своим состоянием. То есть многих проблем со здоровьем можно было просто избежать. За своим здоровьем нужно сидеть обязательно. Никто другой за вашим здоровьем следить не будет. Это ваше. То есть вот оно вам дано, и вы должны его сохранить. Я не говорю о том, что бывает врождённая патология, это отдельная история. Но если вы рождены здоровым человеком, делайте вы всё для того, чтобы это здоровье у вас было всю жизнь. Недостаточно просто сидеть перед экраном телевизора, компьютера, и «Ой, у меня всё хорошо, всё замечательно». Нет. То есть нужно собой заниматься, о себе нужно думать. Каждый день, каждую минуту. Примеров тому в жизни немало. В том числе и в отдалённой АИБГе несколько лет назад одному из жителей помог именно профилактический осмотр у Лора. Во время приёма обнаружилось подозрительное новообразование. По рекомендации медиков, житель села обратился в онкологический диспансер, получил направление на операцию в Краснодар, и всё закончилось, можно сказать, даже не начавшись. Тяжёлой, смертельно опасной болезни удалось избежать. Года три тому назад был лор-врач с Гудаутской. У деда там в горле какая-то была папиллома или как-то она называется. Это в результате обследования здесь? Да, да, да. Она обнаружила, но дала направление в онкологию, в Сочинскую. Мы туда пошли, поехали. Там, значит, сказали, надо наблюдать, смотреть, растёт, не растёт. Потом одна там врач подошла и сказала, вы поезжайте в Краснодар. Ему дали, какие анализы сдать. Мы всё здесь сдали, приехали с анализами. И хирург проопереживал ему, и всё нормально. Вот уже три года. Ну, и изредка ездим. Вот она сегодня его смотрела. Вроде как всё нормально. Об онкологических заболеваниях врачи говорят постоянно. Это, пожалуй, один из самых ярких примеров того, что профилактика гораздо действеннее и эффективнее лечения. На ранних стадиях даже такой пугающий диагноз, как рак, удаётся победить. Причём без побочных эффектов и осложнений, какие бывают, к примеру, после курсов химиотерапии. Многие онкологические заболевания на своих ранних стадиях, они для человека незаметны. То есть они протекают без каких-либо симптомов. То есть человек может ни на что не жаловаться, чувствовать себя обычно. Но уже на более поздних стадиях, когда уже процесс переходит в такую стадию, когда уже человек начинает что-то чувствовать, усталость, резко начинает худеть, появляются какие-то проявления заболевания, он обращается к докторам. И, конечно, уже на более поздних стадиях одним хирургическим лечением уже не обойдёшься. То есть уже требуется химиотерапия, которая, конечно, несёт определённую нагрузку на организм. И, конечно, само лечение уже более и трудоёмкое, и более тяжёлое, тяжёлопереносимое для организма. Поэтому, конечно, вот эти профилактические все мероприятия, они как раз и нацелены на выявление вот таких вот вялотекущих и скрытотекущих заболеваний. Вот если бы они не приезжали, вовремя бы мы не кинулись, и, может быть, был бы и рак. А благодаря тому, что они приезжают весной и осенью, они берут кровь, они делают УЗИ, они делают давление, меряют, они делают кардиограмму, всё, что возможно. У кого-то что-то обнаружили, сразу звонят, приезжают. Всё делается вовремя. Всё делается бесплатно. Всё бесплатно. Сегодня как ваш супруг себя чувствует? Сегодня хорошо очень. Вот он был у Лора, и как раз и у этого же Лора он был. У Зои Табиковой статус особый на неответственность за сельскую аптечку. Фельдшерского пункта в селе нет, профессионального медицинского работника тоже. Поэтому все селяне знают, что-то случилось, можно обратиться к Зое Анатольевне. Она и первую помощь окажет в случае необходимости, и с работниками поликлиники свяжется. Они не отказывают, консультируют, когда нужно. И самое главное, Зоя Анатольевна на протяжении нескольких лет постоянно помогает организовывать профилактические осмотры в АИБГе. Говорит, местные жители уже даже привыкли. Приезда медиков каждый раз ждут с нетерпением, так же, как и в этот раз. Ждали, потому что знают, осенний профилактический осмотр гарантирует им спокойную зиму. Спасибо врачам, что они нас не бросают, привозят, приезжают и проверяют. Спасибо им огромное. В АИБГе постоянно проживают около 40 человек. Все они занимаются домашним хозяйством, разводят пчел, выращивают скот, тем и живут. В город, как сами говорят, спускаются редко, только за тем, что вырастить или изготовить не могут. Покупают сахар, соль, крупу, муку и спички. Профилактические осмотры несколько раз в год для них это очень удобно. А в считанные минуты совершенно бесплатно можно сдать кровь, пообщаться с профильными специалистами, сделать УЗИ и ЭКГ. Безусловно, очень важно для нас, потому как не каждый раз мы можем спуститься, то есть, допустим, что-то заболело, как-то заблаговременно предотвратить. А вот такие выезды, это, конечно, нас очень сильно спасает. То есть, это очень важно, тоже УЗИ пройти, кровь сдать, очень важно для нас. Поэтому вот от лица всей деревни большое спасибо Давиду Ванесовичу, всей его команде. Вот действительно низкий поклон, потому что очень сильно нас выручают. Это для нас очень важно, поэтому бригаду его каждый раз ждем с нетерпением, радуемся. Вот, пусть приезжают почаще. Теперь целая зима предстоит, вот вы здесь останетесь на зиму, да? Конечно, да. Практически вот все, кто присутствуют, они все зимуют, за редким исключением. Основные какие-то сейчас рекомендации получите вы, ваши родственники, соседи? Будем их уже учитывать, соблюдать. То есть, это для нас, конечно же, очень важно. Вот, потому что, также я повторю, что в город ездить очень проблематично, опять же, очереди. То есть, нам, мы всегда стараемся, ну, все это одним днем, а это невозможно. Сами видите, какая дорога, то есть, это нужно и успеть, и там, в очереди стоит. Это нас, конечно, очень сильно спасает. Спасает, потому что люди знают, какой нужно сделать запас лекарств на ближайшие полгода, на что обращать особое внимание все это время. Отправляясь вниз за продуктами на зиму и кормами для скотины, жители Аибги не забывают и об аптеке, приобретают впрок медикаменты. Буквально через пару недель на Аибгу заглянет самая настоящая горная зима. В сравнении с ней не идут даже суровые сибирские морозы. Зима в горах – это и мороз, и пронизывающий ветер по ущельям, а еще снежный завал и сход лавин. О выездах за пределы села жители теперь забудут до мая. Все это время им придется следить за своим здоровьем самостоятельно, учитывая полученные во время профосмотра рекомендации врачей Адлерской поликлиники. Сегодня было принято 23 человека. То есть у кого? Ну, человек у трех-четырех было повышение уровня холестерина. Но в одном случае человек лекарства не принимал. То есть ему было назначено, но он принимал его неправильно. И уже были сделаны назначения, даны рекомендации тем, у кого впервые было выявлено повышение уровня холестерина. С повышенным уровнем глюкозы сегодня не было никого. В следующий раз автобус здоровья приедет в Аибгу уже по весне. В ближайшие месяцы врачи будут консультировать пациентов по телефону. Неприятных сюрпризов не ожидают. Обследование показало, что в целом здоровье жителей села на уровне. Во всяком случае серьезных обострений не прогнозируется. А зимой это могло бы быть опасно. Сообщение поселка с внешним миром в этот период возможно только с помощью вертолетов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова